В Москве прошел фестиваль загородной культуры Village Fest. В парке Сокольники лучшие фермеры России представили свою продукцию. Попробовала домашние деликатесы Елена Дружняева. В парке целая аллея прилавков на полках, натуральный сыр, домашняя выпечка, пчелиный мед, ягоды и грибы. От разнообразия у покупателей разбегаются глаза. Вот это у нас сыровяленая колбаса, вареная копченая, жареная. В фестивале проводят банные мастер-классы. Учат строить печки, выбирать веники и париться. Своё умение банщики демонстрируют на зрителях. А это мастер-класс по приготовлению сыра. Американский фермер Джей переехал в Россию 18 лет назад. Теперь у него тут целое хозяйство. Уверяет, делать козий сыр может любой желающий. Молоко подогреть до 85 градусов. Добавить соль и лимонную кислоту. Потом наливают через марло. Все ест вот эти инструменты дома. И ещё что-нибудь, что мешает. Но больше всего публики собираются у стола с мясом. Здесь барбекю-битва двух поваров. Испанца Хорхе и россиянина Леонида. Оба готовят стейки из одинакового мяса, но с разными соусами. Хорхе испанский, а у нас японский. Ну, просто там испанский соус приготовил настоящий испанец. А японский соус настоящий русский. Леониду помогает Мисс Россия 2011 Наталья Гантимурова. Правда, сама девушка предпочитает не стейки, а лазанью. Рецепты находит в сети. Заходим на любой итальянский сайт, пишем слово лазанья, вставляем рецепт в гривочек и делаем всё точно по алгоритму. И тогда лазанья будет наверняка очень вкусной. Организатор Денис мероприятием доволен. Несмотря на плохую погоду, на Village Fest не протолкнуться. За день около 20 тысяч человек прошло. Я думаю, за весь день около 50 тысяч будет. Все, конечно, вот можно посмотреть на нашу зону фермерских домиков. Даже очереди стоят за продуктами. Тоже отстояли в очереди и объелись мёдом, мясом и сыром. Лена Дружняева, Валерий Михеев. Новости пятницы. Редактор субтитров А.Семкин